В современном мире побеждает тот, кто лучше планирует. А планировать и управлять сложными процессами сегодня могут только суперкомпьютеры. Если вы ещё не знали, что в России работает один из самых мощных в мире вычислительных центров, то в этом выпуске вас ждёт много открытий. Да, один из самых мощных суперкомпьютеров в мире расположен в России. По некоторым оценкам он занимает пятую строчку мирового рейтинга. Однако не официально, потому что в принципе не участвует в гражданских рейтингах, так как принадлежит Министерству обороны. Доподлинно известно, что его мощность составляет 16 петафлопс, а объём хранимой информации – 236 петабайт. Эти данные на 2016 год, однако тогда же Сергей Шойгу заявил, что производительность суперкомпьютера может быть увеличена в 1,5 раза при необходимости за счёт добавления новых модулей. Впрочем, даже по состоянию на 2016 год наша машина превосходит все аналогичные зарубежные военные центры управления, включая Пентагон. В задачи таких суперкомпьютеров входит непрерывный сбор и обработка информации, на основе которой можно прогнозировать развитие военных и гражданских конфликтов, планировать собственные не только военные, но и миротворческие, логистические и иные операции. При этом поток обрабатываемой информации поражает воображение, ведь в него попадают не только чисто военные данные, но и данные о передвижении воздушных и морских судов, данные соц. опросов, даже публикации в прессе и комментарии в Интернете. На Севмаше заложены две стратегические атомные подлодки проекта «955А», на Адмиралтейских верфях две дизель-электрические подлодки проекта «636-3», на Амурском судостроительном заводе корветы проектов «2380» и «2385». В Крыму спущено на воду кабельное судно океанского класса «Волга» проекта «15310». На Зеленодольском заводе спущено на воду два лацмейстерских судна для «Севморпути». Впервые в России проведено одновременное эндопротезирование двух коленных суставов с помощью робота. Пензенский станкостроительный завод открыл третий производственный корпус. В Кабардино-Балкарии открыто пищевое производство. Ещё одно – в Ставропольском крае. В Калужской области – молочная ферма. В Ингушетии – новый птицекомплекс. Российские школьники взяли две золотые и две серебряные медали на Международной географической олимпиаде. Если раньше для освоения новых территорий в первую очередь требовалось подвести к ним дороги, линии электропередачи и тепло, то теперь к этим задачам добавилась и необходимость строительства цифровой инфраструктуры. Мы живём в огромной стране, но так сложилось, что наземная трансконтинентальная линия связи располагается в южных районах и не даёт возможности протянуть связь на 30-40% территории государства, в основном северной. Поэтому арктические города долгое время довольствовались спутниковым интернетом. Его недостаток не только в высокой стоимости, но и в том, что он не обладает необходимым покрытием, а главное – предоставляется американским оператором спутниковой связи Иридио. Лишь сравнительно недавно к оптоволокну был подключен Норильский промышленный район, но этого недостаточно. Северный цифровой поток или, как его теперь официально называют, «полярный экспресс» – это подводная линия связи из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тбайт в секунду. Она начинается в посёлке Териберка Мурманской области и с заходом во все порты Арктического побережья тянется до Владивостока. Общая длина – 12 650 км. Срок реализации – 2026 год. Проект крайне нужный не только для жителей Арктического региона, но и в разрезе национальной безопасности. Ведь цифровая инфраструктура – это не просто интернет в наших гаджетах, но и управление предприятиями, портами, навигация по Севморпути. Никто в мире прежде подводную линию такой протяженности в условиях Арктики никогда не строил. Ракета-носитель «Союз-2.1Б» успешно стартовала с космодрома Байконур. На Дальнем Востоке спущен на заводу первой построенной в регионе «Краболов» проекта 03141, а в Ахтубинске «Буксир» проекта NE011. На «Звезде» заложен новый газовоз ледового класса. На заводе «Красное Сормово» началось строительство новой серии из 11 сухогрузов проекта РСД-59. В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию первой в Европе и третьей в мире испытательный стенд для оборудования заводов СПГ. В Свердловской области запущена станция испытаний авиадвигателей. На Чукотке завершено строительство первых автономных гибридных энергоустановок. В Ульяновской области запущена первая очередь завода гофроупаковки. Крупнейшая в регионе фабрика по производству гофро-тары открыта в Дагестане. На Ставрополье построен крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комплекс. Сборная России завоевала 5 медалей на Международной Олимпиаде по экономике, а школьники из Владивостока победили в международных состязаниях по подводной робототехнике. В Ярославской области началось строительство первого в России посёлка, возводимого с помощью строительного 3D-принтера. Принцип его действия такой же, как у обычного трёхмерного принтера, только размером он побольше, а вместо пластика используется строительный раствор. Отдельные элементы зданий таким методом производят уже давно, но в данном случае речь идёт именно о возведении целого дома сразу на стройплощадке. Это позволяет ускорить строительство и сэкономить на рабочей силе, которая сегодня в дефиците. Занимающаяся проектом российская компания АМТ построит в новом посёлке 12 домов и откроет здесь базу для обучения специалистов работе со строительными принтерами собственного производства. Если технология докажет свою эффективность, напечатанные дома в нашей стране вскоре станут обыденностью и позволят строить быстрее и дешевле. Желаем разработчикам успеха! Объединённая двигателестроительная корпорация представила новейший промышленный двигатель ПД-14ГП-1-ГП-2, созданный на базе газогенератора авиационного двигателя ПД-14. Про сам авиационный двигатель мы уже много раз рассказывали, он вырос на глазах нашего проекта. В 2012 был представлен его демонстратор, а в 2021 оснащённый им новейший российский самолёт МС-21-310 продемонстрирован на авиасалоне «Макс». Таким образом, Россия после почти 30-летнего перерыва вернулась в элиту мирового гражданского двигателестроения. Для осознания уровня достижения напомним, что стран, владеющих ядерным оружием, в мире – 9, а стран, выпускающих свои гражданские авиадвигатели – всего 4 – США, Великобритания, Франция и Россия. Китай пока что войти в этот список не смог. В Москве запущена первая квантовая сеть с открытым доступом, в работе которой могут участвовать все заинтересованные организации. На Северной верфи заложен очередной траулер проекта 17-07-01. ЧМЗ представил новый автокран на шасси «Урал-53-23» с колёсной формулой 8х8. В Башкирии открыт завод по производству белого цемента за 6 млрд. рублей. Ещё один цементный завод построен в Свердловской области. В Барнауле открыто производство комплектующих для сельхозтехники. Модернизировано и расширено производство комбикормового завода в Воронежской области, фармацевтического завода в Ставрополе и Орловского бумажного комбината. В Чувашии открыт новый цех по производству сыра. В Мордовии – молочный комплекс. В Ярославской области открыто одно из крупнейших в России предприятий по производству мороженого. Команда СПБГУ стала победительницей Международной студенческой олимпиады по математике. Если ПД-14 ознаменовал наше возвращение в элиту двигателя строения, то ПД-35 перенесёт в её высшую лигу. Этот ещё более мощный авиационный двигатель предназначен для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов, например, таких, как наш Ил-96-400. Из-за большого веса, рабочих температур, давления и других параметров к нему предъявляются гораздо более жёсткие требования, а сам он относится к переходному поколению 5+. Создание такого двигателя по времени длится вдвое дольше создания самолёта с чистого листа. Потому что необходимо проводить большое количество научно-исследовательских работ, попутно создавая новые материалы. Это без преувеличение высший инженерный пилотаж. ГТД-110М – это, напомним, первая серийная российская турбина большой мощности. Вопрос о её необходимости остров стал после того, как «Сименс», да и другие иностранные производители отказались поставлять свои турбины в Крым. Мы подробно рассказывали, как шаг за шагом пробивал себе дорогу в жизнь проект нашей полностью отечественной турбины и как в итоге она оказалась эффективнее иностранных аналогов. И вот на этой неделе стало известно, что именно Крым получит первую промышленную турбину ГТД-110М. Она будет установлена на ТЭС «Ударная», которую сейчас возводят на полуострове. По планам объект будет готов в декабре 2023 года и поможет решить проблемы энергодефицита в кубанской и крымской энергосистемах.